Приветствую вас. Начать я бы хотел с того, что никакой ошибки я не увидел в ваших действиях, в вашем поведении. То есть, именно ошибки, в плане фатальной ошибки я не увидел. То есть, да, вы совершили не самый хороший поступок. Но фатальности в этом поступке, на мой взгляд, нет. Ну, по крайней мере, я не увидел именно фатальности. Итак, вы пишите, что еще год встречаемся с девушкой, и поначалу она меня вообще не рассматривала, просто было удобно. Давайте здесь сразу сделаем такой небольшой акцент. Значит, если вы встречались с девушкой, значит, ну, для того, чтобы ей удобно было, как вы говорите, ей удобно. То нужно определить, ну, желательно, по крайней мере, определить, с какой целью вы позволили девушке быть с вами только потому, что ей удобно. Понимаете ли вы, что этим вы обесцениваете себя, себя, славу? Понимаете ли вы, что этим вы не делаете лучше себе и ей? Потому что, например, девушка, она видит и чувствует, что вы готовы идти ради нее на определенные жертвы. Вот. А если вы готовы идти ради нее на определенные жертвы, то, соответственно, вами вполне возможно, можно манипулировать. То есть, вами можно управлять. Раз вы себя, да, ну вот, так обесцениваете. Здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы сами себе самому объяснили, чего вы хотите от девушки. Само конкретно. Потому что подобное поведение, если вы, вот, позволяете быть с вами, с вами только потому, что ей удобно. Это поведение, ну, на мой взгляд, достаточно деструктивное. Именно вот с точки зрения равноправных отношений, да. Дальше идем. Значит так. Потом потихоньку, видимо, привыкли друг к другу и только в последнее время стало становиться хорошо обоим. Тоже важный, на мой взгляд, момент. Как именно проявлялось то, что вам стало хорошо вместе? То есть, как это выражалось? Девушка стала вам что-то говорить? Девушка стала вам с вами чем-то там делиться, например? Или еще какие-то были вещи? На мой взгляд, это, конечно, важно, потому что от того, что вы интерпретируете и как вы интерпретируете, зависит, ну, собственно, ваше отношение в дальнейшем, ваше взаимодействие, зависит ваше взаимодействие. Дальше. 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 Вы пишите. И тут я начал на нее давить, чтобы мы жили вместе, потому что эта мысль не давала мне покоя. Вот здесь, Евгений, я должен у вас обязательно спросить. Что это была за мысль? По какой причине вы хотите в девочке жить? По какой причине вам эта мысль не давала покоя? Что вы хотите сами? Понимаете ли вы, что, например, девушка не несет какой-либо ответственности за то, что, допустим, хотите вы? То есть, если, например, грубо говоря, вы хотите, чтобы она жила с вами, и если вы как бы давите на нее, то делаете это вы для себя, а не для нее. То есть, это нужно в большей степени вам, а не ей. И вот то, что вы реализуете свои желания какие-то, реализуете свои какие-то потребности, К сожалению, за счет девушки слоей, вот это нужно обязательно зафиксировать вам. Потому что, если вы хотите отношения сохранить на адекватном уровне, то нужно отследить, когда вы делаете что-то для девушки, а когда вы делаете что-то для себя. Само что иначе, такие ситуации будут повторяться снова и снова, вот. Но основная проблема, конечно, заключается в том, что вам мысль о совместном проживании не дает покоя. Я думаю, что как минимум это заслуживает того, чтобы преследовать. Потому что единственная мысль, которая вам не должна давать покоя, по идее, это мысль о том, чтобы сделать девушку счастливой. Вот, но вы хотите именно с ней жить, а значит здесь какие-то ваши желания. Возможно, вы боитесь, что она от вас уйдет, возможно, вы не уверены в себе, возможно, ситуация заключается в том, что вы боитесь остаться один, возможно, вы нуждаетесь в любви сами. Вот, тут можно гадать очень много, но по сути нужно исследовать. Потому что это ваше желание, оно создает эффект сверхмотивации. Создает эффект сверхмотивации, когда вы через шур замотивированы быть, например, с девочкой и тем самым ее от себя отталкиваете. И если сверхмотивация есть, то ее нужно снижать. То есть уровень, ее уровень, уровень вот этой вот сверхмотивации, да, нужно снижать, чтобы она, чтобы он, точнее этот уровень, соответствовал тому, что вы хотите сделать. То есть, чтобы стимулировал вас, а не разрушал, как это происходит, например, сейчас. Понятно, надеюсь, о чем идет речь. Это очень важный момент. Дальше. Она говорила, что ей нужно время. Ей нужно время, значит, отойти от простых отношений, которые длились 10 лет с первым мужчиной. Ну опять же, здесь очень важно, были ли вы в курсе этого, знали ли вы о том, что у нее были отношения 10 лет с мужчиной или нет, как вы к этому относитесь, как вы это восприняли. Или вы узнали об этом вот непосредственно в первый раз только, когда она сказала вам после того, как вы надавили на нее. Что здесь вот, на мой взгляд, нужно, конечно, исследовать этот момент, потому что, если девочка отходит от отношений сейчас, то ей, конечно, нужно время и беспокоить ее, ну, мягко говоря, опасно для вашей идеи быть с ней вместе, если вы действительно этого хотите. Действительно хотите быть с ней вместе. Ага, так. Дальше. Говорит, если хочешь, жди, пока не люблю тебя, ты берешь меня своим хорошим отношением ко мне. Ну, то есть, вы делаете все правильно. Боюсь сделать тебе больно, может, поэтому мы вместе. Не очень понятно. Тут противоречие, скорее всего, вы что-то не так поняли. Так она мне все это высказала, говорит, что ничего не знает, запуталась. Я допустил, видимо, очень серьезную ошибку, передавив на нее. Как мне все это исправить или что мне делать? Ну, я думаю, что очень здорово, что вы осознали, что сделали ошибку. Очень здорово, что вы осознали, что поступили неправильно, вот, потому что это действительно так, вы действительно поступили, в общем, неправильно. Вот, я думаю, что это здорово, что вы осознали то, что ошиблись. Теперь нужно на нее не давить, просто продолжать делать то же, что вы делали до этого, то есть брать ее хорошим отношением к ней. Вот, но при этом я рекомендую вам отдавать отсчет, что она любит, скорее всего, не вас, и нравитесь ей не вы, а нравится ей элемент именно хорошего отношения к ней. Вот, который ей необходим после того, как она рассталась, значит, со своим мужчиной, с которым в отношениях была 10 лет. Вот, надо учитывать, что мужчина этот, скорее всего, будет появляться периодически в ее словах, в ее поведении, в ее поступках, он будет проявляться как-то. И если вы не готовы к подобному, то, наверное, лучше действительно вам от нее уйти. Вот, но вообще, я думаю, что вам нужно просто-напросто продолжать свое поведение вот в том же ключе, что вы и делали до этого. Вот, мне не совсем, мне не совсем понятно, о какой ошибке вы говорите, вот, если честно. То есть, вы говорите, что, видимо, я очень серьезную ошибку совершил, на нее надавись. То есть, здесь вы как будто бы испугались того, что сделали. Но то, что вы сделали, конечно, не является чем-то хорошим, но и трагичным, еще раз повторю, тоже не является. Потому что, в конце концов, вы хотели с ней сблизиться, это нормально. Нужно делать выводы, нужно делать выводы из того, что произошло. То есть, нужно учиться на своих ошибках, которые вы сделали. Вот, вы надавили на нее, да, вы надавили на девушку. Она дала вам от ворот по ворот. Значит, давить еще рано. Значит, давить, может быть, вообще даже не стоит. Вот, ничего страшного не случилось. По крайней мере, пока что. Продолжайте в том дедуке и работайте над своими желаниями, над своей потребностной сферой. Потому что это не совсем нормально, что вам не дает покоя мысль жить вместе с кем-либо. То есть, не важно, хочет человек этого, не хочет человек этого, да. И вы все равно берете и живете. Это вот не есть хорошо, не есть правильно. То есть, на этом вам нужно действительно застрыть свое внимание. Вот. А что касается всего остального, то я думаю, что вы свои отношения просто-напросто сейчас развиваете. Вы пробуете себя, вы раскрываете с новой стороны. Я думаю, что это весьма и весьма полезный опыт для вас и для девушки. Так что, она услышала о ваших желаниях. Вот, это хорошо. Но лучше будет, если больше, так, свои желания вы выражать не будете. Потому что нужно все-таки разграничивать ответственность, да. То есть, если вы чего-то хотите, то это в первую очередь хотите вы, а не она. Так что, для вас обоих будет лучше, если вы, Евгений, будете более самодостаточны в отношениях, более независимы в отношениях, более спокойны, выдержаны в отношениях. На мой взгляд, это то, что вам можно порекомендовать, исходя из того, что вы написали. Соответственно, вам сейчас нужно успокоиться, извиниться перед девочкой и сказать, что вы не хотели, чтобы так было. Попросить у меня прощения и дальше просто-напросто действовать по ее, так сказать, указке, по ее шаблону, раз уж вы позволили, чтобы девушке было удобно с вами. Ну что ж, идите до конца, то получается несколько стран, что вроде бы вначале позволили ей использовать ваши, а теперь права качаете. Вот, но если вам некомфортно от того, что она вами пользуется, то из отношений лучше выходить, потому что, в принципе, в принципе, ваши отношения, они не совсем здоровые. То есть, они рискуют стать созависимыми, если уже не стали для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.